до переписи осталось 366 дней отчет пошел сегодня и с одной стороны кажется что времени еще осталось очень много а с другой стороны на самом деле уже ничего совсем ничего потому что с учетом огромной сложной подготовки в которой задействованы сотни тысяч людей предстоит еще сделать очень очень много сама перепись пройдет в октябре 2020 года и в ней задействованы абсолютно все регионы страны даже самые маленькие самые отдаленные населенные пункты возможно это вообще такая последняя перепись традиционном понимании этого слова когда вот мы идем и каждого лично переписываем потом через 10 лет наверное уже будут совсем другие правила другие технологии о них сегодня можно только догадываться но даже эта перепись уже радикально отличается от всего что было раньше это будет первая цифровая перепись населения россии первые отличительные особенности этой переписи это мультиканальность перепись можно будет пройти одним из трех способов либо на портале госуслуги.ру либо традиционно привычно с помощью переписчика либо на удобном стационарном участке ну например на функциональных центрах оказания услуг мои документы хочется понять собственно что будет в переписных листах 2020 года сразу хочу сказать нет бумажных листов у нас электронная перепись и электронные переписные листы на госуслугах и на планшетах у переписчиков переписчики пойдут с планшетами с электронными планшетами и с электронными картами все данные сразу будут собираться в цифровом виде никакой бумаги не предполагается также впервые мы планируем использовать технологии больших данных для повышения качества переписи то есть делается все для того чтобы перепись 20 года стала переписью будущего в этот раз в этой переписи первой цифровой переписи так называемая идентика изменилась причем изменилась кардинально было принято решение собственно говоря провести конкурс логотипа конкурс логотипа среди профессионалов в жюри было приглашено 11 ведущих специалистов на графических дизайнеров и специалистов в диджитал маркетинге и в результате был выбран официальный логотип переписи к которым мы будем жить весь будущий год вообще перепись сегодня это единственный способ получить уникальную информацию о населении и о жилищных условиях данные о национальном и языковом составе образовательный уровень миграция фактическая брачная структура реальные жилищные условия и многое многое другое все это мы получаем только в результате вот этого мероприятия по итогам мы можем более точно описать состояние российского общества такая вот калибровка всей государственной статистики которая позволит повысить эффективность принятия решений на всех уровнях задача конечно грандиозная с учетом того что по текущим оценкам 146 миллионов жителей в нашей стране и около 55 миллионов домохозяйств и вот эта вся работа основная часть ляжет на плечи 360 тысяч переписчиков и вот в следующем году все эти 360 тысяч человек предстоит набрать обучить и оснастить конечно же мы когда готовились к переписи очень внимательно изучили опыт всех стран в первую очередь посмотрели все страны европы вот на вскидку могу сказать что цифровые технологии конечно же сейчас уже начинают внедряться везде в полный рост все лучшие наработки которые мы видим в разных странах мы у себя сейчас уже начинаем использовать и даже где-то идем дальше в восемнадцатом году попробовали запустить электронный переписной лист на портале госуслуг почти полмиллиона пользователей зашло посмотрела запомнила до конца этот электронный переписной лист исходя из этого да мы сделали вывод что действительно востребованность есть особенно соответствующий пиар поддержки мы не знаем что будет дальше но зато точно знаем что вот это точная непредвзятое и современная статистика будет нужно абсолютно всегда